Девушки отдыхают 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 Это бизнес и хобби одновременно. И денежку вам платят, да? Да. Мы свои страхи, фобии и комплексы превратили в работу. Что ты говоришь? Мне, ребят, к вам прописано, потому что все фобии, которые есть на земном шаре, вот они у меня. А человек не может без фобии. Я, наверное, как Лариса была. У меня была куча фобий, но в один момент я поняла, что надо их перебороть и стала заниматься всем тем, что боюсь. А девчонки в вашей школе есть? 40%. 40% у нас девушки, причем самое интересное, что они себя показывают более стойко в большинстве случаев, чем мужчины. Жизнь подтверждает ваши слова, сплошь и реальность. Хорошо, Паш, а вот ваша возлюбленная, с которой вы учились в Китае, она была вашей ученицей? Нет. Или это было много раньше? Расскажите историю свою. Мы встретились в университете первый раз, и, в общем-то, мы изучали китайский язык. И вообще о этой школе выживания думать не думали? Нет, я с 13 лет в школе выживания. А-а-а, а она не была с вами в этой школе? Она просто меня в этих моих похождениях не поддерживала. Почему? Ну, ей не нравилось, что я много времени провожу у себя на базе, занимаюсь своим делом, любимым. Ясно. И вот вас послали на практику в Китай. Да, мы учились в Китае, жили вместе в Китае. В общежитии? И в общежитии на съемных квартирах, когда у нас получалось квартиру снимать. Ну, то есть она была официальная ваша подруга? И родители были в курсе? Да, все были в курсе, конечно. Все было серьезно. Вот. После Китая у нас немножко так все... Нет, она в Китае там вам устроила жаркую жизнь, когда она уехала на целый месяц. Почему-то китайцу в гости. Я тоже не понял немножко этот момент. А как она прям так вам объявила? Пашка, я вот еду там с Тяо Цзэ к нему в семью на месяц. Как это происходило? Так она же изучать, она по работе, по учебе поехала. Поняла, я поняла, конечно. Не просто так. То есть если я завтра поеду к англичанину, к какому-нибудь Дэвиду изучать английский язык, все должны это воспринять как норм. Ну, хорошо, а если ты скажешь, что тебе нужно изучить актерское мастерство, например, то я поеду на курсы и буду жить либо в квартире, если мне позволят деньги, либо в общежитии? Да, в любом случае, я считаю, что можно это было сделать как-то вместе. Ну, 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 ну. В общем, она вам объявила, и вы? Ну, перетерпел. А, ну, как-то созванивались она на выходе? Нет, связи, связи как таковой не было. В общем, в течение месяца мы не общались. И вот она через месяц приезжает, глаза были так же широко открыты, или уже немножечко с прищуром на вас стало смотреть? Как можно было? Скажем так, поездки, они всегда совместные, они проверяют отношения. Если девушка сразу же, когда они куда-то выехали в другой мир... Как и не просто никуда-то уехала. Это может либо сблизить себя, либо отдалить. Она сразу показала себя с другой стороны. Что тут обсуждать? Что прямо-таки ничего не сказали ей? Наверняка что-то говорил. Наверняка что-то говорил. А что, в музее, что ли? Наверняка... А? А в музее? Типа не помните. Просто таких моментов было достаточно много. Они постоянно на фоне бытовых всяких вот, там, неурядиц вспыхивали. А в глубине-то, я думаю, как бы, ну, чувство-то осталось и понимание-то осталось. Вот. Слушай, с вашим темпераментом вы дернули бы ей ноги и использовали их место палочек для еды. Не случилось. Хорошо. Не хотите не рассказывать. И вот вы закончили эту практику и вернулись снова в Москву. Да. Да. Продолжали вместе жить? Нет, мы перестали общаться, потому что после Китая у нас серьезная ссора произошла. Мы не общались в течение, ну, наверное, года примерно. Вот. Я плотно уже занялся школой. Через год встречаетесь? Через год встречаемся, и она мне предлагает заново отношения начать. Я боюсь, что он не сможет сделать первый шаг. То есть он из тех людей, которые девушка всегда делает первый шаг. Мне кажется, как раз, что все его шаги заранее продуманы. И почему вы сейчас не с ней? Все-таки мы не сошлись на моем главном увлечении. Вот. Ей хотелось, чтобы я 100% времени своего проводил в городе. Вот. Ну, я на это пойти не мог, потому что, как бы, ну, для мужчины, я считаю, свое дело в жизни – это очень важно. Вот. И поэтому через себя перешагнуть я тоже не смог. Ну, мужчин всегда должен быть какое-то увлечение еще. Потому что мужчины, они отличаются от нас. Мы можем больше времени, мы можем все в них расставить. А мужчине нужно где-то все равно зона собственного комфорта. Всегда. Чтобы был счастливый брат. А теперь самой будет неинтересен мужчина, у которого нет увлечений каких-то. Есть ли у него границы между работой и личной жизнью? Мы пытались искать компромиссы, но так мы уже друг от друга отстранились, что в результате, в общем-то, само собой уже разрыв. Попробую угадать, замуж она вышла? Да. С трех раз, девчонки, за кого? За военного. За китайца. Да, все верно. Уже и дети, небось, там, да? Вот насчет этого еще я... Странная девушка, я вам хочу сказать. Просто странная. Нет, я понимаю, что рай в шалаше не все могут принять, не все выдержат такие условия. Но китайцы это очень экстремально. Это более экстремально, чем шалаш, мне кажется, в лесу. Паш, не жалеете? Да нет, конечно. Ну, это первый опыт такой. Во-первых, он молодой. Как говорила мне моя сестра, с молодыми чем легко? Потому что их можно воспитать такими, как нравятся тебе. Дмитрий и Дмитрий, вы тоже в лесу живете? Да. У вас есть семьи? Да. У меня четверо детей. Мой золотой. И жена согласилась с вами переехать после того, как вы на ней женились? Или она выходила замуж за вас с условием, что вы будете жить в лесу? Моя супруга, моя ученица, еще 20 лет назад она моим ученицей была. А-а-а. Сейчас моя супруга. Но жена с детьми живет, наверное, в квартире, а вы присутствовали? Нет, они со мной живут. А учатся? Да, учатся в сельской школе, в деревянной. Боже мой, боже мой, как я вас уважаю, парни. Дима, вы женаты? Подруга есть? Нет, я не женат, но моя дочь, ей 15 лет, она в 12 лет кубок Москвы по вольной борьбе выиграла. А вы живете в Москве? И она с трех лет вместе со мной ездит вот к Дмитрию в лагерь. А придите, пообещайте к нам, придите. Ну, если вы свободны. Дим. Честное пионерское, попробую. Какое счастье. Вы просто подняли настроение, честно вам хочу сказать. Да, это точно. Да. Хорошая, правда. Я на мужчине, да. Поэтому я очень хочу, чтобы вы сегодня ушли не один. Да, я тоже. Чтобы была девушка и не притвора, которая скажет, да, за тобой, Паша, на край света, а потом начнет вам руки выламывать. Нет, а вот такую же увлеченную, такую же полную энергию, сил, и чтобы она вам, конечно же, понравилась. Нет, вот просто если меня зацепит, да, мужчина, ну, хоть на край света. Вот для меня... Ну, а внешне вот тебя зацепило, он внешне, скажи, сейчас внешне. Да, он очень неприятен. Меня зацепило. Маме нравится. Знаешь, я вот обратила внимание, такую тенденцию, каждый день же с женихами и невестами. Вот пацан сказал, пацан сделал, вот уходит в лето. Все они нам тут декларируют, рассказывают. Я, кстати, тоже экстремалка. У нас вот все проекты, связанные с экстримом, я прошла. Особенно черную комнату. Так что я хочу протестировать, дорогой мой экстремал, ты или тут нам ла-ла-ла рассказываешь. У меня тест есть. Роза, не пугай, что это? Та-дам! Роза, что это? Не пугай, подожди, подожди, что это? Мне расскажите, потому что я знаю тебя экстремал. Что там, скажи мне, пожалуйста? Черви. Я выйду, ладно? Потому что если вы хотите, чтобы программа продолжалась, извините меня, пожалуйста. Позовите, хорошо? Слабонервных просим удалиться. Лариса бы Паши не подошла, я думаю. Та-дам! Ой, какие замечательные. Ну и как? Кушайте. Какая прелесть. Это же живые макароны. Роза, нашему товарищу встречаться с девушками как бы не гоже, поэтому это мы за него сделаем. Не надо, не надо. А, да. Ты вот женат, ты женат, и ты все съешь. Он мне между зубов такой. Ничего, нормалек, давай. Давайте я попробую вкуснятина. Давайте. Дим, дай мне тоже. Земляной червячок. Ну? Ну что, давай, давай, шуй. Ну и мы с девушкой встречаться. Мне же еще с девушкой общаться, понимаете? Вот так, вот я так и знала. А я каждый раз на завтра такую девушку. Вы все равно ведь, когда работаете с этим, имеете дело. И, может быть, поэтому вы до сих пор одинокие? Я бы на месте вашей девушки от вас сбежала, если знала, что вы этим занимаетесь с утра до вечера на работе. Да нет, конечно. Я так скажу, что удовольствие мне не доставляет. Ты бы съела? Да я хочу съесть. Пусть они оставят тарелку, и я съем. Я всегда мечтала. Таня, девочки интеллигентные. Смотрите, это замечательный, наверное, навык выживания. А как у вас с обычными жизненными навыками выживания, мужскими? Смотрите, у нас... Розетки вкрутить, колесо поменять. В том-то все и дело. С голоду не умереть, как даже на в командировку уехала. А что у вас с жизненными навыками выживания? А я считаю, что... С мужскими. Мужские навыки жизненные необходимы в первую очередь. То есть розетки вкрутить, лампочку поменять умеем. Да, умеем. В сантехнические работы какие-то, да, в приготовлении пищи замечательно. А ты бы вот съела бы, ради того, вот он скажет, вот ешь. Я не знаю. Нет, но я требую экстремальных ситуаций. Ну а что, если еды другой нет, придется есть. Ну что, Паша, съел? Съел я. Не, 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 не. Ой, слава богу, а то вы я уже тебе не сказала. Пашка, давай, поцелуемся. Зато, зато Димасик у нас очень даже кататься. Димасик, по тебе не скажу больше. Димасик, да? Просто у Дмитрия четверо детей, и есть нечего временами, мне кажется. Ну вот Паша после того, как червя не съел, я даже сама в рот себя положила. Ну правда у меня хорошая была выдержка, несколько проектов. Ты с Юлей прожила сколько лет. Поэтому тебе пусть я не волчишься, это так. Да, поэтому что-то я мало верю вам. Слушай, вот мне кажется, он просто не готов был, а если он действительно окажется в каких-нибудь таких суровых ситуациях жизненных. Он себя проявит. Да, он себя проявит, еще и приготовит их как-нибудь правильно. За свои слова мужчина должен ответить. Пацан сказал, пацан сделал. Вот из этой серии. У него не было написано, ем червей на завтрак, на обед и ужин. Написано было экстремал, школа выживания. А у меня такое представление о выживании. Может, не ударить вас? Может, Бог с ними, с червяками этими? Конечно. Ну так, и какая должна быть? Ну такая же сумасшедшая, как и он. Ну, с точки зрения восприятия мира. Потому что, я даже не знаю, вот тогда за меня, женитесь на мне, я экстремалка. Он не настолько экстремал, чтобы на бабушках жениться. Поэтому давайте ищем молодую, у которой глаза горят, которой также все любопытно, интересно. Ее интересы не сходятся. И сироту. Купить новую кофточку, да, сходить куда-то в кафе, потому что такой стереотип проведения свободного времени уже до тошноты. Есть такие девчонки, и которые с удовольствием будут жить с вами и в деревне, и в лесу. Ну, никак не жить в деревянном доме-то я не смогу. Ну, смотря с какого. Мэль, деревянные дома разные бывают, ты знаешь. Поэтому молодую, энергичную, да таких у нас уже было миллион, которые мечтают о таких парнях, как вы. Ну, я тоже считаю, что большое количество девушек любит простых романтиков, отважных летчиков и моряков, вообще мужчин сильных. Поэтому у вас есть все шансы стать счастливым. В гороскопе мужчины Венера отвечает за тот внешний образ девушки, который ему нужен. У вас Венера водолейская, это значит, что фактически образ списан с вашей бывшей подруги. Она должна любить учиться, она должна быть легкой на подъем. Она должна быть оригиналкой, которая не терпит условностей, не терпит, чтобы ее ограничивали. Ну, в общем, это где-то близко вот к той самой девушке, достаточно пусть легкомысленной временами, но легкой, которая у вас уже была. Ну, пусть только будет девушка другая. Ну, я пойду за мужчиной. Мне кажется, я верная и преданная. Ну, да. Я в экстремальных ситуациях тоже готова поддержать. Ты поддержишь, поддержишь. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Павел. Встречайте первую невесту. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Татьяна. Паша. Очень приятно. Меня не пугает ни черви, ни деревянный дом. Тем более, там будет уютно, потому что там буду я. Замечательно. Спасибо. Проходите. Она мышка? Ну, нет, почему? Очень хорошая девочка. Мне кажется, очень приятно. Нет, я не была про мышку, сказала. То есть, как мышка, да? Или подарок дала. Я-то чуть не видела. Давайте посмотрим. Татьяна. 24 года. Бухгалтер в одном из московских банков. Организатор образовательных форумов. Сплавляется по рекам, занимается альпинизмом и путешествует автостопом. Гордится своей страной. Мечтает попасть в школу выживания. Во время подготовки к свадьбе Татьяна поняла, что не любит своего жениха и отменила торжество. Надеется, что встреча с Павлом станет для нее судьбоносной. Павел, а принимая в школу девчонок и ребят, вы их тестируете? Либо у вас могут учиться все кто угодно? И чем больше комплексов и проблем, тем для вас же лучше. Вы знаете, все зависит от уровня, на который человек собирается обучаться. Ну и, соответственно, чем выше уровень, тем сложнее начальное тестирование. Ну, смотрите, Татьяна мечтает учиться у вас в школе. Она даже готова... Ой, не могу я про червей. Неужели, правда, бы сейчас съели? Да. Мы сейчас в комнате говорили о том, что я бы съела их. Только не для того, чтобы побороть свои страхи, а для того, чтобы испытать их посильнее. И Татьяна из тех девушек, которые любят бояться. Да? Да. У меня много страхов. А не для того, чтобы произвести впечатление прямо на первом свидании? Нет, нет, нет. Для себя сделать выводы, что этого... Представляешь, какое ощущение надрыва, напряжения? Ничего. Я бы его разжевала хорошо. Ой, какая гадость, боже мой, какой ужас. О, Господи, да. Вот это оно зря дохнуло. А вы ничего не слышали об этой школе? Ну, если есть такое желание, так и поступили бы туда. Я не слышала, но всегда мечтала попасть в такие условия экстремальные, чтобы проверить себя, как я буду чувствовать себя и что я буду делать. Ну, с виду, конечно, она больше похожа на девушку, которая с прической, с маникюром, и в лес ее отправить нельзя. А вот когда вы буквально перед свадьбой отказались своему молодому человеку и не пошли под венец, может быть, вы таким образом тоже решили себе нервы пощекотать? Это тоже было таким элементом экстрима? Нет. Честно? Честно, нет. Я просто поняла. А Василиса вот головой кивает, что типа да. Да, но человек не всегда понимает, зачем он делает то или иное. Я думаю, что когда Татьяна расскажет свою историю, все всем станет очевидным. Ну, так расскажите. Мне с 18 лет мама и друзья говорили о том, что надо выходить замуж, что главное это семья, хотя я не отрицаю это. Но для меня было это учеба, главное высшее образование. Но потом на свадьбе я познакомилась с парнем, который мне показался милым, хорошим мальчиком. Он действительно такой. И потом так все завязалось, интересно, что отношения быстро развивались, но он был военным и ездил. И я начала свою карьеру, то есть образовательные форумы, я организовывала их, и меня тоже часто не было. Вы бухгалтер в банке. Куда вы ездили в бухгалтер в банке? Основное мое хобби это ездить по России и организовывать в молодежные форумы. Вот. И потом мы решили пожениться. А всего ваш роман продлился 8 месяцев. Да, но пожениться мы решили уже после двух месяцев. Ну, два месяца это не показатель. Не показатель совсем. Я понимала, что я не выйду за этого человека, но я продолжала готовиться к свадьбе. А вы не думали о том, что у него есть родители, близкие, в конце концов, у него есть душа, сердце, нервная система? Вы не думали о том, что своим отказом вы могли ему написать совершенно другую судьбу, нежели ту, которая была ему предназначена? Я видела его отношение ко мне. А что мужчины так же ломаются, они так же разочаровываются в женщинах. Это для вас был эксперимент такой бессердечный. Он мог натворить все, что угодно после этого. Вот такие мужчины потом долго не женятся. Да. Разочарованные, да. Ну да. А за сколько времени до свадьбы вы сказали? За три месяца до свадьбы. Ну, был готов зал, украшения, тамада. Как он отреагировал? Как отреагировали мобильники? Мы поругались. Мы поругались и потом обоихно... Вы спровоцировали скандал? Спровоцировала мы оба. Ну, какая была причина? Причина того, что я не смогла поехать на свадьбу к его другу. У вас была уважительная причина? Да, я была на работе. Отпросительная причина? Нет, ну как-то она... Это неуважительная причина, да. Это неуважительная причина, да. Я, наверное, если бы хотела, я бы все сделала, чтобы поехать. Я ради любимого человека на все пойму. Он был нелюбимый, не любила уже, да? Значит, я его не любила. Мне кажется, мама ее настояла на том, чтобы она выходила замуж, она просто ее задавила. А она не смогла вовремя противостоять маме. Ну да, скорее всего, да, давление мамы тут сыграло свою роль. У меня вопрос к подружкам. Вот представьте, Таня соберется убежать от Павла. Без знания ориентирования там и каких-то наук выживания она никуда не денется. Поэтому это должно быть решение серьезное. А если подружки захотят в гости к Танке? Вы им компасы подарите на свадьбе? Мы, на самом деле, пережили вместе очень много времени в палатках, поэтому нам это... Страшные подобные условия. А надо к вам молодоженов отправлять. Мне нравится тем, что оттуда убежать невозможно. У нас несколько свадьб проходило, да, даже с воздушными шарами. Мы романтический курс тоже делаем для двоих. Ой, вот это я обожаю, моя мечта, чтобы в воздухе во время прыжка с парашютом вот этот поцелуй сделать. Это очень красиво. Давно хочу. Это и необычно еще, к тому же. А видите свое будущее в деревянном доме с дровяным отоплением, с красавцем Павлом, вот с такими друзьями? Вот видите себя там, где настоящая жизнь? Можно я сейчас скажу кое-что? За месяц назад случилась там... Проблемы у меня были на работе, в личной жизни. Я села и сказала, что я кардинально меняю свою жизнь, потому что так, как я живу, уже меня не устраивает. Я хочу подальше от мегаполиса, хочу в деревянном доме. А если бы у нее не было проблем на работе, она бы не решила менять кардинально свою жизнь? Да, а потом ей надоест через какое-то время. А потом у нее будет проблема в деревянном доме с Павлом, да, и она... Скажите сюрприз. У меня сюрприз состоит из двух частей. Первый сюрприз, я друзей попросила из Таиланда прислать уникальную мазь от ушибов, так как ты занимаешься экстремальными видами спорта. Умница. И кокосовое масло, чтобы для массажа расслабляться и вперед к новым достижениям. Умница. Умница. А второй, я бы хотела спеть песню. И, Павел, если можно, тебя на сцену вместе со мной. Да, 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 конечно. Молодец, такая кокетка, завлекает. Прям девочка-девочка. Сердце знает главное, я тебя ждала. Как еще недавно я без тебя жила. Ну, я говорила, ничего особенного не будет в ее сюрпризе. Ничего экстремального. Да. Экстремального нету, да. Чисто творческое все. А вот сейчас мне они больше нравятся, как смотрятся. Мне не нравится, что она выше его. Ну, это решается каблуками. Просто мы, просто мы, просто мы друг без друга не можем. Спасибо. Танюшка, спасибо. Забирай подружек, красавец, подарок из твоей комнаты. Ну, подарок мой. Подарок твой. А валидола у вас нет к концу передачи? Растрогался? Это только начало? А что растрогало? Что дурак, что не в качестве жениха? Сама ситуация, да. Да? Обещаешь, что придешь? Постараюсь. Димось. Ты посмотри, как у нас клево. Ну, кто еще даст столько любви, сколько вот не мы? Как вам девушка? Очень хорошая. То, что они в палатках уже жили, это уже значит, что они начальный этап. Ну, по ней видно, что она не притвора, что она такая не гламур Ивановна. Да, они были ответливы. Понравилась невеста? Да, Татьяна очень понравилась. Ну, я там думаю, что история, конечно, она меня чуть-чуть разозлила. В конце концов, у меня сын, и тоже не хочет, чтобы его так за нос водили. То он так предложение сделал, что я так отказалась. Лучше перед свадьбой, опять же, убежать, чем потом мучиться. Ну, в общем, да. Ну, может быть, она немножечко здесь еще и тумана нам, так, для красоты, для слова. Ну, как-то вот я и поверила. И подружки, по-моему, прекрасные. Замечательные. Мне, Танечка, тоже понравилось, только вы, дорогие мужчины, путайте. Я была на Селигире, выступала на форумах, я знакома с ребятами, которые туда приезжают. Это продвинутые, интересные, образованные. Им прогресс интересен, а не первозданная природа. Они могут жить, но комфортно. Другой, не представляю детей, Танечки, в сельской школе. Интересен вообще, в первую очередь. Мы за прогресс. Ну, инновации в вашем лесу. Я думаю, будет условие, чтобы она могла себе, извините, ножки побрить, головку помыть, да, и привести себя в порядок. Потому что если она будет бабой-ягой ходить, тоже вы испугаетесь. Конечно, конечно. То есть комфортно достаточно. Спите на постельном белье, идите вилками, ложками. Да, 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 там двухэтажный дом хороший, деревянный. Малыш, надо было с этого начинать. Вась, как тебе? Да, Татьяна замечательная девушка, и, конечно, вся эта свадебная, полусвадебная история была просто по молодости. Татьяна относится к тому числу людей, для кого эмоции важнее всего. Мне кажется, что она девушка замечательная, это ровно тот тип, который вам нужен. Главное, чтобы когда кто-нибудь другой ей создаст эмоциональный фон достаточно сильный, она не переключилась. И не уехала в Китай. Ну, например, что ты почувствовала? Что он добрый, что от него излучается прям эта энергия, не напрягает вообще. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. Через несколько минут вы станете свидетельами нового знакомства. Привет. Меня... Спасибо. Меня зовут Эля. Если ты готов укунуться в мир приключений и экстрима, и одновременно любви и романтики, нам по пути. Пойдем знакомиться. Спасибо. Она предлагает ему то же самое, чем она понимает. Это хорошая. Ты с кем вы пришли? Я пришла с близкими мне людьми, с моей мамой Алсу и подругой Юлией. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Эльвира, 26 лет. Ведущий юрис-консульт в крупной компании. Изучает китайский язык, занимается йогой и катается на сноуборде. Гордится тем, что окончила школу с золотой медалью. Мечтает пострелять в тире. Эльвира улечила мужа в измене и подала на развод. Надеется, что Павел ее не предаст. Вы татарка? Да. Сразу потеплела. Нет, у меня масса вопросов. Эльвира, ну вы свою школу выживания прошли. Я прошла. Потому что уличить мужа в неверности, жить с этим, пережить это, ой, я вам сочувствую. А вот даже странно как-то она почему-то это... У нас же мы и так знаем, что наши татарские мужчины, это как естественно... Слегка гули, вы так можете сказать, да? Слегка гули, христианство, нет, я не готова так мириться. С изменами, с гуляниями. Вы же татарка. Девушка, это написано, что мужчины должны, татарины, гулять. Так они всегда были такими, мамань. А нам такое и не нужно. Нам не нужен такой татарин. Тогда они за татарина выходили. А мы и не стремимся. У меня всю жизнь была, даже вот я живу-то в Ярославле, и в Ярославле тут же возглавляла татарское общество. И всегда всю жизнь говорила, слаху хочу татарку, зятя русского. Какая активная мама. Но мама не всегда все такие. За счастье собственной дочери будут до последнего стоять. Почему слаху татарку? Потому что они воспитаны терпеливости, сама знаешь, всего от и до. А почему русского? Потому что татары у нас. Вот. Гулящие. Гулящие. Не гулящие. Не гулящие. Правильно. Ну, она сказала, слуха не было. Детка, когда узнала, что он гуляет? Все было очень прям быстро. Сначала были задержки с работы, а в один прекрасный вечер СМС. Через сколько это? Сколько вы с ним прожили? Четыре года, даже больше. И все было замечательно, не было никогда никаких ссор. А в один прекрасный вечер СМС. Я сегодня не приду, мне нужно обдумать, мне нужно время. У меня сразу интуиция, тут что-то не так. Мужчина не может просто так взять и уйти. Детка, дедная. Ну, вот. И потом через социальные сети, через его друзей я узнала, что у него появилась другая девушка, но до конца он мне так и не признался. Он начал отвергать, это все нет, я ей продаю свою машину, нет, все хорошо. Детка, и что? Интуиция тут же сыграла, что все не просто так. Вы ей позвонили? Нет. Другу позвонили? Другом, да. И я сразу сказала, говорю, это вот эта девушка назвала ее имя. И тут он раскололся. Да, я их познакомил, вот что-то там у них завязалось, я не знаю. Ну, завязался, сам не знает чего. Вы же не поймали его в постели? Не поймала. Ну и что? Ну, тем не менее. Эльвир, когда вы его к стенке прижали, он не стал отказываться? Потом уже, да, у меня появилась другая женщина, я влюбился. Но опять же, о разводе он даже речи не шло. Зачем? Ему друзья посоветовали, ты подожди, ты попробуй, вдруг ничего не получится, вернешься. А он был уверен, потому что я очень сильно его любила, он был уверен, что я никуда не денусь. Долго расставались? Ну, месяца три, наверное. Он ведь возвращался. Возвращался. Да, просил у вас время для того, чтобы все осознать. Да, он должен был уехать один в отпуск, что время, вот побыть одному, осмыслить, что он сделал. Да, просто, может, знаешь, я тебе хочу сказать, Рос, не все женщины готовы быть ковриком для вытирания ног, не все. Вот посмотри, что Эльвиру заставляло жить рядом с парнем, который не успел жениться, а уже приносил в дом грязь? Что, у них еще не было детей? Да. Не было никаких трудностей. Он буквально с самого первого дня после свадьбы стал себя так вести. Ну и что? Ради чего? Мне кажется, она хотела сохранить семью, вот эту, которую построила. Да, такая традиционная. Ну да, и наши, тем более. А те дворцы света, типа, Хадж-Махал называются, правильно говорю? Хадж-Махал. Да. Вы думаете, что это? По большой любви прям строили, это грехи замаливали. Вот так вот. Не она первая, не она последняя. И без мужа. Если бы твоей дочери ты сразу узнаешь с первого дня, изменил ей муж... Я очень хитро поступлю, моя дочь вообще ничего не узнает. А там все повыясняю. Нет, а если бы она узнала? Вот просто пришла бы к тебе на груди пола и сказала, мам, я точно знаю, что он вот там с Ритой изменяет меня. Точно. И он бы пришел, если бы сказал, да, тетя Роза. Он бы не сказал бы. Да что ты. Не успел бы сказать бы. Да, я бы разрулила бы ситуацию. Молодым помогать надо. Нечего гордыни включать. Эльвира, это не гордыни. Это когда вы не хотите жить в грязи. Правильно сделали, правильно сделали. Сегодня не те времена. Нельзя давать себе... Вы бы себя сожрали. Даже если бы вы простили, вы бы все время бы с этим жили. Совершенно вернули. А зачем простил-то? Ты прощай потом, когда он тебе квартиру новую купит, вложится в тебя, и потом будет... Да что он купит, Роза? А может он богатый был? Да что вы? А еще и бедный. Что это я тут распинаю? Эльвирачка, но он потом жениться, да? Мама! Вот я чего и говорю. Ну? А где же, когда же вы смотрели? Мама сейчас... Мне кажется, ухни просто. Чем меньше мама бы говорила, тем больше у дочки было бы шансов. Без шансов, лучше бы дочка говорила. Без шансов, без вариантов. Дочка потерялась на фоне мамы. Значит, бедный был один. А вы сейчас свою дочу вообще в лес отдаете. Там денег нет. Понимаете? Мама, как? Более того, она даже не выйдет оттуда. Только с компасом. И внуков не увидите. Мама! Где ваша татарская бродь? Я компас подарю. Я-то откуда? Я из такой же деревни, из такого же дома. Там нет нефтяной вышки, мама. Нет там нефтяной вышки, понимаете? Мне надо вышки. Мы у нас свои. У нас своя вышка. Возможно, кстати, такая теща мешать будет. В лесу. Слишком активно. И в лесу найдет, да. Но тещу-то в лес не возьмут. Если моя дочь влюбилась бы в такого, как Паша, у которого двухэтажный дом, который не пьет, не курит, без вредных привычек, вот с такими друзьями, в лесу есть школы. Непрового-то отопления топит печку дрова. Прекрасно. Будет здоровая. Я бы перекрестилась и ездила бы к ним и возила бы им туда продукты. Тем более. У меня вопрос к героине. Да. Вот представьте, с работы вернулся мужчина. А у нас с работы как бы возвращается, вот провалился под лед там, да, вот недавно. Домой пришел, пока полез, ушел, весь замерз, ледяной. Это надо это все сломать, там, как-то раздеть его. Это еще посушить, это дрова наколоть. И скорее в кровать, скорее в кровать. Да, и скорее в кровать. А дрова циколит. А как она человеческая. Бывает, что и нужно и женщины проявить инициативу, да. Вот он пришел такой, замораживается. Можно, конечно, бросить его. То есть надо к этому быть готовым просто. Конечно. К этому надо быть готовым. Я к тому говорю, они воспитаны так. Почему я невесту татарку-то хотела? Мы воспитываем так, чтобы они ко всему этому приучены. Дома точно так же. Милый, 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 милый. Элечка, переодеваться бегом для сюрприза. А мы пока с мамой. У них в семье будет главный мама? Да, в этой семье изначально, в создании этой семьи будет. Может быть, мама ее и наводила на мысли об измене. Сын у меня точно так же. С трудными детьми. Вот экстремал там на углях все это. Вот мне было очень. Вот посмотрела я ролик, да, то есть и слушала. Все понятно. Все понятно, потому что у меня сын этот же. Асу, ну согласитесь, лучше взять и иметь такого, как Павел, и таких друзей, которые будут приезжать. Вот как Димка и Дима, правда? Как же, вот, друзьям уж будем понравить. Вот, понимаете, чем крученые и верченые, мы скричи, которые сами себя не знают. Ну ничего не было. Все заработали. Нет, вы меня тут не принимаза, не примазывайте, не надо. Я к тому говорю. Это мои родители из деревни, а я не для этого дочу ростила, чтобы ее там по полям, по лесам. Пока пусть по полям, по лесам, а родители. Не надо, пускай вот тут сидит рядом. Павел, скажите, пожалуйста, а вы прям вот все время живете в лесу? Нет, ну я переводчик китайского же, поэтому часть времени... То есть все-таки вы бываете в Москве? Конечно, 50% времени я провожу в городе. А как будет по-китайски «давай поженимся». Ой, какое последнее слово. Классно. Это было восхитительно. Сексуальное, я даже сказала. Паш, ну для вас сюрприз готов, проходите. А теперь окунемся в мире китайской поэзии. Я надеюсь, ты понял. Браво, браво. Поскольку стихотворение о цветке, я бы хотела тебе подарить его, чтобы ты ассоциировала со мной. Спасибо. 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 Ну, дарить мужчине цветы. Да, согласна. Спасибо большое, девочки. Вы потрясающе забирайте подарок и проходите в комнату. Это было волнительно. Мы справились, мне кажется. Он понял. Давайте послушаем. А что она сказала-то? Это стихотворение про цветы, аромат которых безграничен и простирается через леса, через поля и достигает своего зрителя. Я ждал, что гейша выйдет. Ну, вышло как бы очень приятное, красивое. Практически гейша. Как вам? Мне кажется, что самое главное, что у девочки есть свой тыл в лице мамы, своих близких подруг. Но все равно хочется крепкого плеча. Спасибо, Паша. Мне очень понравилась девушка. И мне понравилось, что она на китайском языке стихотворение рассказала. Понравилась. Роза. Что Роза-то? Ну, не мне жить, как говорится. Жизнь их дочери. Но есть анекдот такой, часто рассказываем. Если вдруг будете стоять на перепутье, ну, будут выяснять, куда вам, в ад или в рай. Тот, кто женился на татарке, даже отраим покажется. Так что подумайте. В какой экстрим можете попасть? Ну, жених-то тебе как понравился? Мне жених понравился. На добра, девочки. Потом разберемся. Красавица, умница. Удивительно, обворожительная. Это тот редкий случай, когда я не вижу ни малейших зацепок в ваших гороскопах. Но сама девушка замечательная, и только уже из одного этого стоит попробовать. Я не могу вам нарисовать большое будущее, но у Эльвиры с 26 до 29 лет, то есть в ближайшие три года, время любовных возможностей. Пусть не упустит своего жениха. Время любовных возможностей. И я предлагаю Павлу встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет. Привет. Меня зовут Женя. У меня есть мечта сыграть свадьбы в воздухе. Мне кажется, что ты именно тот человек, который можешь ее реализовать. Давай познакомимся. Давай. Спасибо. Спасибо большое. Присаживайся. Давай, спасибо. Проходите. Сколько ей лет? Мне кажется, может быть, Женя тоже была замужем и не раз. Давай-ка вас посмотрим, узнаем вас получше. Евгения, 22 года. Инструктор по верховой езде и по терапевт. Занимается пилотированием, парашютным спортом и дайвингом. Гордится тем, что преодолела в себе множество фобий. Мечтает открыть свое дело. Ради того, чтобы привлечь к себе интерес возлюбленного, Евгения сменила работу, прыгнула с парашютом и чуть было не уехала в Америку. Но заветной цели так и не достигла. Надеется, что Павел оценит ее по достоинству. Женечка, и какие же страхи вы уже побороли? Я поборола страх высоты, страх скорости, много страх лошадей. Я, кстати, боялась лошадей до того, как пришла работать с лошадьми. И благодаря всем моим активностям... Страх глубины? Страх глубины, да. Я занималась дайвингом. Они вроде как друг к другу подходят в плане там... Вместе будут прыгать в порошок? Там и там экстремальные увлечения. А червяка фобии нет у вас? Нету. Это правильно. А съели бы, если предложила бы? Я думаю, что да. Скажите, пожалуйста, Женечка. Зачем? А вот с молодым человеком, которого вы добивались так долго, вы познакомились где? Мы познакомились в институте. Мы вот все вместе учились. Сначала просто как друзья общались. После Нового года вот мы стали с ним... Уже у нас отношения начались. Мы стали общаться. И после этого мы с ним вместе... Я к нему приезжала на Новый год. Вы сами. Он вас приглашал? Нет, я решила сделать ему сюрприз. Я приехала... Он был из Белоруссии, из Минска. Я приехала к нему в Минск. Удивился? Да, он удивился. А где вас остановились, вот когда вы там спорили? Я остановилась в гостинице. А как вы считаете, он больше обрадовался или так обалдел, что вынужден был эти свои каникулы проводить с вами? Нет, он очень обрадовался, потому что он сам расписывал дни, когда куда пойти, какие достопримечательности мне показать, какие-то виды своего города. Но больше так не делайте. Хорошо, больше не буду. Даже если будете замужем, лучше мужа предупреждать. Предупреждать? Хорошо. Просто совет вам. Когда вы поняли, что он к вам немножко подостывает, вы поэтому решили прыгнуть с парашюта, честно? Да, честно. Поэтому я хотела привлечь внимание. Я думала, что если я совершу что-нибудь такое смелое, я, во-первых, и себя как-то переборю, и ему понравлюсь. И на удивление оказалось, что это действительно так. То есть он выкладывал видео у себя на странице, говорил, что вот Женька так сделала. А потом он решил уехать учиться в Америку? Да, у него мама живет в Америке, поэтому он решил уехать жить в Америку. Ну, естественно, логичное продолжение. Вы покупаете билет, ставите визу и тоже за ним. Я собираюсь купить билет, поставить визу. Я решила, я нашла там институт, чтобы магистратуру не здесь продолжать, а там выучиться. Но... Дороговато. Было дороговато, и мне кажется, что парень того не стоил, потому что он все-таки, ну, как я его постоянно пинала, как-то тянула за собой. Но если он меня не хочет там видеть, зачем тратить бешеные деньги на человека, который тебе не нужен? Правильно? Мне кажется, она какая-то несчастная. Посмотрите на нее. Не горят глазки, да. Она очень какая-то несчастная. Уставшая, может быть. А вам нравится женщина, которая ради вас вот так и растарается? То с парашютом, то к вам вдруг неожиданно в лес приедет с Негурочкой. Это все до поры до времени. Я думаю, здесь грань должна проходить четко. Потому что если девушка покладистая, постоянно как бы... На все готово ради вас. Постоянно на все готово, это тоже неинтересно. Вот, видишь, он говорит о грани, которая должна быть между приятным сюрпризом и навязчивостью. Согласна. А вот этот вот экстрим из города в деревню, вам тоже так? Да, я вам больше скажу, он мне на руку, потому что лошадям-то лучше в деревне жить, а не в городе. А вы что заканчивали? Образование какое получили? У меня магистратура, и сейчас вот как раз пишу диссертацию Московской технической университет связи информатики. Я поднялась. Вы ипотерапевт? Я ипотерапевт. То есть, а это когда деток учит, лечит лошадками, посредством лошадок. Паш, сколько детей хотите? Троих. А вы? Семь. Зачем? Не знаю, пока еще... Ой, нет, я согласна. Это трэш, это трэш уже. Много? А зачем? Зачем? Чтобы... Семь лошадей просто. Семь лошадей просто, да. Не знаю, я сама помогаю своим родителям сейчас, маме, бабушке. Мне кажется, что чем больше детей, тем больше помощь все-таки под конец жизни-то. Это из серии 10 детей нормально, да? Это сейчас говорили. А их-то воспитать надо, милая моя, образование дать. Сюрприз. Приготовили? Конечно. Пожалуйста. Давай пройдем на сцену. Я знаю то, что ты не привык ни на чем останавливаться, но достигнутом. Поэтому давай ты будешь экстремально покорять новые высоты, а я тебя вдохновлю. Замечательно. О! Ну, я пополз. А, коллеги наверх? Молодец, да. Ну, покорять вершины. Точно. Ага. Вот и посмотрим, на что он способен. Спасибо. Как романтично, боже. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Очень приятно. Спасибо, Женечка. Забирайте своих подруг в подарки и в комнату. Слушайте, ну как вам, девчонки, по-моему... Вы живу, я намного больше, чем на видеокартинке. Постаралась Женечка, и вы себя показали, и она, и как это было дивно. Дмитрий, Дмитрий? Мне очень понравилось. Мне кажется, Павлу надо пару аккумуляторов дополнительных, потому что такая энергетика, это великолепно. Ну ладно, ну что же еще? Еще все впереди, да? А как он не так на тебя смотрел? Да, улыбалась, вдруг заметила. Ну, надеюсь, что он ко мне выйдет. Роза? Я согласна. Как только она сначала сомневалась, ну, думаю, на молодость списывала все прыжки ее там, ну, как только она сказала, семеро детей, только в деревне. Принцип, чтобы нет. Правильно, я согласна. Конечно, незачем девчонкам сейчас сидеть здесь и красоваться, и говорить, да, я поеду за тобой на край света, милый. Я им всем троим поверила, и Жене в частности. Она может работать у компьютера. Детей хочет, деревню любит, навыки есть, упертая. Почему бы и нет? А звезды? А я вот, знаешь, подумала, как полезно, когда мужчина не развращается в городе, а живет в лесной глуши. Вот Павлу все невесты понравились. Он всем говорил, понравилось, очень понравилось. Глаза так горели. Конечно, хорошие девчонки. Нет, они правда хорошие девчонки. И у нас другие бывают редко. Но мужчины сейчас присыщенные, городские мужчины, я имею в виду. И как-то реагируют на невест не так бурно, как вы. Так что ваших друзей, конечно, в программе видеть хотелось бы. Вы, правда, производите впечатление очень открытого и неизбалованного с точки зрения женщин. Евгения настоящая представительница знака рыбы, которая как раз плохо знает себя, не очень понимает, чего от жизни хочет. А если хочет, то хочет страстно. Вот увидела, влюбилась. Мне кажется, что она сегодня не была с собой до конца в программе. Она попыталась произвести впечатление, но в обычной жизни она более яркая, она более дерзкая, она даже где-то может быть чуть более вызывающая. Поэтому если вам не хватило чуть-чуть, может быть, какой-то или легкости, или напорчика с ее стороны, то, поверьте мне, в обычной жизни все это компенсируется. Я не могу говорить здесь о том, что это абсолютно ваш тип, но то, что касается ее рода занятий и ее мировоззрения, мне очень понравилось, а это важно в конце концов. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Вашего друга. Но выбрать нужно только одну. Поэтому кого советуете? Я советую последнюю девушку, Женю. Хотя все остальные тоже очень хорошие. А вы? Мне больше первая понравилась, Татьяна, да. Ох, она такая сумасшедшая. Если бы он зашел сюда и выбрал тебя, ты бы вышла? Ты бы согласилась? Да. Я соглашусь с вашим другом, я бы тоже выбрала первую, Татьяна. Роза? Ну, я за молодость. В конце концов, мужчина должен все-таки постарше быть, ну, хотя бы немножко, чтобы чему-то поучить. Тем более, девчонки быстрее развиваются. Я за Женечку. Вы выйдешь за ним, если он пойдет? Я непременно выйду, он мне очень нравится. А звезды? Звезды говорят, что примерно равные перспективы у Татьяны и Евгении, но только у Татьяны они краткосрочные в отношениях с вами, а у Евгении долгосрочные. Выбирайте, пожалуйста, исходя, конечно, из личных предпочтений, из того, как потянуло вас к девушке, и насколько вы сейчас готовы к отношениям действительно длительным. На самом деле, в 24 года не беда сказать. Я хочу повстречаться, я хочу любви, но, может быть, я не готов еще жениться моментально. Девочки, надо брать, потом разберемся. То есть, если он зайдет сюда, ты за ним выйдешь? Я выйду. Слушайте свое сердце и идите туда, куда она вас позовет, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Олег, 35 лет, номер 2013. Певец, композитор и радиоведущий. Преподает вокал, увлекается гонками и боксом, коллекционирует музыкальные инструменты. Познакомится с доброй, милой и покладистой девушкой до 30 лет. Светлана, 26 лет, номер 3014. Менеджер в туристическом агентстве. Занимается фитнесом и танцами. Мечтает побывать на острове Бора-Бора и открыть туристическое агентство. Ищет доброго и внимательного мужчину, спортивного телосложения до 32 лет. Мы не знаем, выйдет Павел один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет, ты все-таки зашел ко мне. Спасибо. Я очень рада. У нас есть пара Павел и Евгения. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс семьи героя на номер 4151. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Ну, ты очень хорошая девочка. И думаю, у тебя все получится. Вот еще один из рода раненых папой. То 5 тысяч не хватало, то 6 тысяч не хватало. Я не знаю, как другие бы девушки сделали, но я просто взяла, ударила по щечину и ушла. Я в шоке, у меня истерика. Нормальный молодой человек, вон, с попиатлоном занимается. На берегу неба.